МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В списке полицейских десятки адресов. Абаканские инспекторы по делам несовершеннолетних в этих семьях частые гости. Эта молодая пара попала на учет в апреле этого года, после того, как мама оставила ребенка, нуждающегося в постоянном лечении, с родственниками и уехала в Аскизский район, где распивала спиртное. При этом папа малыша не пьет и имеет постоянную работу. Вернувшись в Абакан и одумавшись, молодая мама заверила, что причиной такому поведению стала ссора с мужем. В настоящее время в семье все хорошо и больше такого не повторится. Неожиданно нагрянув с проверкой, сотрудники были приятно удивлены. Годовалая девочка находилась вместе с обоими родителями. В квартире было чисто. И таких семей, где родители встают на путь исправления, к счастью, становится все больше. С начала этого года с учета полицейскими снято более полусотни семей. Но есть и те, кому нужна поддержка и постоянный контроль. А иногда детей нужно защищать от собственных родителей, находиться с которыми опасно. Всего в летний период составлен 41 административный протокол по линии несовершеннолетних. Из них 26 в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские обязанности. Причиной составления административных протоколов чаще всего явились такие факты, как злоупотребление алкоголем родителями, скандалы и драки в семье, в присутствии детей, оставление детей без присмотра взрослых, несвоевременная подача в розыск несовершеннолетнего. Выявлена одна родительница, которая оставила малолетнего ребенка дома одного, в результате чего ребенок самостоятельно залез на окно, пытался его открыть и выйти на улицу, подвергая своей жизни здоровью и опасности. Во время каникул подобные рейды проводятся полицейскими особенно часто – дважды в неделю. Кроме того, инспекторы проверяют детские лагеря, проводят акции и предупреждают ребят о соблюдении безопасности при купании. Работа инспекторов, на первый взгляд, может показаться незаметной, но статистика говорит сама за себя. В Хакасии практически полностью исчезли малолетние рецидивисты. А количество преступлений, совершенных подростками, заметно сократилось. К примеру, за два летних месяца в 2015-м подростки совершили 30 преступлений, в этом году – одно. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают взрослым о том, что безопасность детей – общая задача. Полиция города Абакана призывает жителей города Абакана и гостей города усилить контроль за своими детьми в летний период. Необходимо обратить внимание детей на необходимость соблюдения личной безопасности на улице и дома, на водных объектах и в детских лагерях. Помните, что безопасность детей в наших руках. В дежурную часть у стебаканской полиции обратилась продавец одной из торговых точек. Женщина сообщила, что из помещения магазина совершена кража. На записи с камер наблюдения хорошо видно, как в помещение входят два молодых человека. Воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, мужчины хватают товар с прилавка и убегают. Оперативники разыскали воришек. Оказалось, что кражу совершили два молодых человека из столицы республики. Приехав из Тебакана, они спланировали преступления, а в магазин зашли под предлогом покупки алкоголя. К слову, ранее каждый из них уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичных преступлений. После кражи злоумышленники уехали в Черногорск, где сбыли похищенный товар в один из ларьков для дальнейшей реализации. Полученные деньги потратили на личные нужды. Расследование уголовного дела продолжается. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Закон и порядок» в студии была Ольга Погодаева. Безопасности вам и вашему дому!